Ульяновская область продолжает планомерную работу в вопросах привлечения инвестиций и иностранных капиталов на территорию региона. И как отметил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, Ульяновская область успешно конкурирует с другими субъектами нашей страны, благодаря созданию более предпочтительных условий для прихода инвестора. Все примерно мы даем одинаковые льготы, которые возможны в рамках федерального закона, в рамках формирования своих бюджетов. Но больше уверенность в том, что это будет хорошая площадка, доступные инженерные сети коммуникации, как коллега Бакаев говорит, что здесь есть рабочие силы, подготовленные профессиональные кадры, что здесь инфраструктура есть, где можно будет реализовать это. Вот это выходит сегодня на первый план в конкуренции за инвестиции. Индустриальные парки и ПОЭЗ лучше всего иллюстрируют желание инвесторов работать на площадках Ульяновской области. В ходе своего визита законодатели посетили недавно открывшийся станкостроительный завод ДМГ «Море» и научно-производственное объединение «Марс», в ходе осмотра которых представители соседних регионов высоко оценили активную работу 73-го региона в вопросе импортзамещения. Вот сегодня мы увидели то, что определяет основу экономического развития Ульяновска в целом нашей страны, и это во многом является примером для многих субъектов Российской Федерации. Поздравляю, значит, Ульяновцев, я поздравляю Сергея Ивановича, как высшее должностное лицо Ульяновской области, которое, я знаю, очень большое внимание уделяет именно развитию экономики, привлечению инвестиций. И это, в конечном итоге, дает дополнительный рост региона. Сейчас Ульяновская область занимает 11-е место среди 81-го субъекта России в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, проводимым агентством стратегических инициатив в этом году. Достижение Ульяновской области в этой сфере неоднократно подчеркивал и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, который лично контролирует развитие этого направления в регионах округа. Мы понимаем, что баланс здоровой межрегиональной конкуренции, с одной стороны, и взаимовыгодные обмены лучшими практиками в различных сферах, с другой стороны, является значимым инструментом успешной адаптации регионов к качественно новым социально-экономическим и политическим условиям. Также специалисты подчеркнули, что развитие экономики в современных условиях невозможно без развития малого и среднего предпринимательства. В погоне за компаниями с мировым именем об этом сегменте экономики иногда забывают. Однако крупные организации должны плотно сотрудничать с мелкими и средними предприятиями, образовывая своеобразный тандем. Крупные предприятия должны плотно сотрудничать с предприятиями мелким и средним. Средний и мелкий бизнес – это на самом деле очень важная история, потому что, если взять мировой опыт, то 80% бюджета любой страны формирует именно мелкие и средние предприятия. В Ульяновской области сформирован уникальный комплекс мер поддержки инвесторов. Созданы благоприятные условия для открытия и развития бизнеса, как отечественного, так и зарубежного. По итогам 2015 года в экономику региона привлечено 90 миллиардов инвестиций и создано более 4000 рабочих мест на базе крупных компаний-инвесторов. В этом году планируется завершение строительства и начало работы еще порядка 10 объектов. Владимир Гаврилов, Олег Тончин, репортер 73.